Уже несколько месяцев с тех пор, как из-за пандемии вступили в силу ограничения, обитателям Латгальского зоосада приходится обходиться без внимания посетителей. Однако, скучать разномастной звериной семье не дают старательные сотрудники зоосада, которые усердно придают уют их квартирам и помогают освоить новые, чрезвычайно важные навыки, чтобы встречи с гостями после долгой разлуки стали еще более захватывающими и интересными. Наш небольшой, но хорошо продуманный зоопарк заслуженно считается одним из ведущих зоопарков Европы, как в научной деятельности, так и в сфере охраны природы и экологического образования. Совместно с коллегами из разных стран мира ведутся серьезные исследования и открываются новые виды животных. А экспозиция зоосада становится еще более обширной и реалистичной. Мы очень активно использовали это время карантинное и всех этих мероприятий, очень активно, потому что мы сделали много всего, чего нельзя сделать, когда ходят посетители. То есть это такие работы, которые просто не дают возможности посещения, а мы их в этот раз делали. Мы обогатили наши все вот эти террариумы, то, что называется обогащение среды. Мы сделали пластиковые джунгли для наших животных, и сейчас они живут вот в своих совсем естественных условиях. Там их трудно-трудно увидеть. Это будет как в тропических джунглях. Может, вы его увидите, а может, не увидите. Мы улучшили к строительству гидробионтов, и сейчас там у нас плавает два. Два объекта плавают, но частично плавают. Сегодня они пытались плавать, но им страшно покались в воду. Это наш ветеринар Юрий Петров и наша выдра Хорхе. Хорхе, молодец, Хорхе. Мы болеем за Хорхе. Хорхе – это выдра, которая боится плавать. Ну, она вообще уже умела плавать в ванне, но сейчас ее надо учить плавать в бассейне. У посетителя еще не было возможности увидеть новую экспозицию гидробионтов и познакомиться с ее очаровательным жителем – выдрой Хорхе, который прибыл к нам из Испании со всем малышом. Скоро оттуда же к нему должна приехать подруга, но из-за пандемии она немного задерживается. Тем временем выдренок не теряет даром ни минуты, и очень старательно при помощи двуногого друга осваивает навыки плавания, чтобы к моменту прибытия дамы с гордостью продемонстрировать ей не только надводную, но и подводную часть жилища. Большие важные перемены грядут и за стенами зоосада. В этом году планируется приступить к благоустройству прилегающей территории, положив начало созданию здесь в дальнейшем болотарии природных прогулочных троп. На территории реализуется проект по созданию нашего болотного парка и созданию входной зоны в болотный парк, который находится на территории нашего маленького зоосада. Ну и сам вот этот вот болотный парк в этом году будет чиститься, будут чиститься водоемы под присмотром экспертов и при их непосредственном участии. Ну а когда водоемы будут сделаны, там будут остановлены такие же камеры, через которые вы смотрите на меня, только зеленые экологичные, которые питаются от солнца, и через них можно будет смотреть на интимную жизнь обитателей этого самого болотного парка. Как выкармливаются их птенцов птицы, как загорают лягушки, где там прячутся черепахи, все это вы будете видеть прямо у себя дома, ну поскольку, наверное, может еще не снимут все эти запретные ограничения. Создание болотарии и троп пока находится на стадии проектирования. Эти объекты могут появиться рядом с зоосадом через несколько лет. Благоустройство, которое планируется начать этим летом, включая в себе переоборудование наружной территории, отведенное для озорных кроликов. Ее сделают более безопасной для прогулок маленьких и беззащитных зверей. Когда эти работы будут проведены, гости вновь смогут насладиться прогулками в компании ушастых. А уже сейчас, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, можно прийти и посмотреть, как понемногу заселяется гостиница насекомых, а также помахать рукой маленьким сурикатам, которые с нетерпением ждут момента, когда наконец могут понаблюдать за людьми вблизи, а не через оконное стекло. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до Окупинской городской думы.